мои дорогие привет привет у нас жарко плюс 26 по закону подлости на выходных было не очень жарко а сегодня плюс 26 сегодня уже не выходной покажу как я расхламляюсь в сторону я она и старая она мне маловато я щас ее упала камера чуть-чуть разрежу на кусочки и расскажу вам как я получала паспорт на днях шведский и точнее как я ему хотела получить и так швеции у нас паспорт нужен для того чтобы путешествовать за границу за пределы европейского союза то есть евросоюзе можно вот айди использовать эту маленькую карточку пластиковую но если ты за пределы евросоюза едешь то надо уже паспорт настоящий и так я подала на документы на получение паспорта в марте в начале то есть сначала ты подаешь заявление ну по интернету даже я хочу такого-то такого-то числа прийти и подать заявление а в любое время ты прийти не можешь когда ты хочешь то есть там стоит время когда ты имеешь право прийти когда у служащих есть время тебя принять и вот ты выбираешь время первое свободное время у служащих было на начало июня вот начале июня я пришла и подала заявление на паспорт и на айди один не дали через три недели пришла и смс к я получила айди стоит 400 крон получить паспорт и айди то есть они 400 крон и паспорт 400 крон итого 800 крон крона на данный момент стоит около 6 русских рублей или 10 крон 1 доллар то есть рассмотрела видео из болгарии девушка все в левых рассказываете грунт бы перевела бы нам что-нибудь такое понятное я там посмотрел сколько стоит один лев поэтому говорю вот вот крона 6 рублей или 10 крон 1 доллар этими тряпками я потом буду мыть пол так вот мои дорогие и прошло уже семь недель с момента по моего заявления на паспорт смс все нет и нет в общем я пошла там очередь очередь на улице в эту полицейскую службу я стояла два часа на улице дул ветер мне надуло башку потом она болела в общем меня приняли естественно и сказали мне что моего паспорт еще нету паспорта они печатают насколько я знаю в финляндии вот и я сказала когда выходила немножко охранницы представляешь крючо не получила а вы даже дырочка была да она бы да да я знаю на 10 недель ждут люди паспорта ночи 10 недель еще нет а вот 8 только будет пойду опять мои дорогие ну что же делать в этом году такая проволочка с паспортом там что-то не алю с машиной потом пандемия было нельзя было заходить много часто нельзя выходить везде высоком и тряпочек до чтобы я могла вымыть ими все что мне надо даже могу сейчас плиту чуть-чуть подмойте такие короче дела солнце у нас очень яркая я уж сильно загорела вот где у меня открытые части тела и лицо и конечно чернавка на не такой степени то есть меня кожа не очень смогла всего того что браку моих родителей смешанный мама моя белая как сметана папу черный вот и все равно то есть если посмотреть на меня и на людей с ближнего востока они все равно как-то в основном потемнее и вот я уже короче загорела я уже теперь похоже как будто бы сама ближнего востока ой так смешно иногда иногда меня тут принимают но не только тут за то что там с ирака с ирана с турции да там счет куда и когда я говорю блин отстаньте от меня я не знаю ваш язык я не знаю ваш культуру я не знаю вашу религии я ничего про вас не знаю толком и вообще из россии ты врешь ты не может быть из россии я говорю ну отстаньте ну корни у меня не из россии но я сама не смешат сейчас я стираю на быстрой стиралке у нас можно постирать на быстрой стиралке восемь раз в месяц по подъезде соседнего дома подвале есть быстрые стиралки я может быть вам покажу потом надо чтобы меня снимали там ни одной будет тяжело снимать то что там узкий проезд такой проход то есть узкий так вот буквально вот такой проход вниз в подвал и я с ним по нему иду сумка и не будет его тяжело снимать 1 минут поэтому будет просить чтобы меня сняли вот и там такой же когда бери открываешь подъезд там такой же узкий вот проход поэтому не одно не сподручно будет и камеру держать и рассказывать и проходить там очень если немножко толстоват немножко будет тяжеловато ну в общем сейчас я вот с вами до болта и пойду там получать свое белье мои дорогие уже чистенькая там тоже есть сушилка там машинка ну как дома вот эти маленькие машинки как дома и наверху над этой машинкой сушилка а эти наши машинки внизу которые вам показывал они такие большие производственные и они очень могут вообще-то белье подрать сколько нам они уже белье подрали вот особенно эти майки поэтому не хочется так вот такие вот и вещи стирать вот мои дорогие собственно говоря все что хотела вам рассказать про свой паспорт немножечко так пожаловаться я расстроена конечно что столько времени уже прошло и когда я его получил получивода смс очень не знаю очень всем хорошего дня заботьтесь пожалуйста о себе своих друзьям близких вам хорошего здоровья хорошего настроения с вами была кстати александра мой и мой блог из швеции